Приветствую всех на вебинаре, на связи Андрей Гончаков. Давайте начинать. Для начала давайте разберемся с техникой, как вы меня слышите. Ставьте плюс, если слышно мне хорошо, минус, если плохо. Хорошо, надеюсь у нас технических проблем в ходе вебинара не будет. И сейчас присутствует у нас всего 24 человека, я конечно рассчитывал на большее количество, но думаю что мы пока пройдем вступительную часть, познакомимся с вами, народ еще подтянет. Итак, первое, что нам нужно уяснить, это цель вебинара. Основная моя цель это раскрыть тему вебинара и ответить на все волнующие вас вопросы по данной теме. В теме я перед собой поставил три задачи. Первая, это раскрыть пошаговую стратегию запуска инфобизнеса с нуля, которую используют почти все инфобизнесмены рунета. Плюс добавить по каждому шагу стратегии расчет времени и бюджета, который необходимо внести. Второе, чтобы не быть голословным, показать пример своего бизнеса, созданного по этой схеме, я вам покажу рабочий пример с точки зрения будущего клиента. т.е. его путь от попадания на подписную страничку до покупки. И третье, самое главное, расскажу вам об уникальном способе, который можно сократить время запуска инфобизнеса всего до семи дней и серьезно сократить денежные расходы до самого минимума. Вы потом сравните затраты времени и денег, которые уходят при создании бизнеса, обычным способом и тем способом, который я вам покажу. И сами поймете, насколько данный способ способен убрать головных болей. Я бы хотел сразу сказать, что не судите меня строго по формату подачи информации. Я на самом деле не диктор, не профессиональный бизнес-тренер, никогда не развивал в себе навыков ораторского мастерства. И не так часто организовываю такие мероприятия, поэтому где-то может у меня будет проскакивать плодовые паразиты, где-то будет экать, бэкать, тормозить, зависать. Отнеситесь к этому с пониманием. Главное, что информация на вебинаре будет полезной и настроитесь лучше на ее получение. Получение этой информации. Так, теперь давайте с вами познакомимся. Расскажу пару слов о себе. Не люблю эту часть, потому что здесь как бы заведено ненавязчиво хвалить себя, рассказывать, какой хороший. С вашего позволения я это делать не буду, но кто я такой и какое вообще отношение имею к инфобизнесу, я обязан. Поэтому расскажу вам пока, народ собирается, небольшую историю о том, как меня занесло мир инфобизнеса. Вообще, заработок в интернете меня интересовал еще давно. И, наверное, как и все, мне хотелось в основном тупо халявных заработков. В то время я был уверен, что без собственного сайта я денег с интернета не выкинул. Поэтому стал изучать технические моменты создания сайта. Потому что купить сайты средств у меня не было. Я усердно день за днем по порядку изучал HTML, CSS, PHP, книжки, Joomla. Так. Эхо мощное. Давайте так попробуем. В общем, я создал более десятка разных сайтов, но все они погибли смертью храбрых в ходе моей дальнейшей деятельности. Остался только один личный блог на WordPress, который я все-таки периодически стараюсь вести. Кроме того, я еще предлагал свои услуги во фрилансе, откуда, на мое удивление, шел более уверенный доход, чем с сайтом. И вот однажды один известнейший бизнесмен сделал у меня заказ по своему сайту. Там какую-то фигню надо было поправить, я уже даже не помню какую. имя инфобизнесмена по понятным причинам я вам сказать, к сожалению, не могу. И вот выполнил его заказ, я ему еще бесплатно поставил кнопочку наверх. Знаете, наверное, такая кнопка, которая скроллит страницу обратно вверх. Тогда эта еще кнопка была прикольной новинкой, поэтому мой заказчик был очень рад. Короче, чтоб долго не рассказывать, примерно через пару недель он мне предложил работать в его команде. Честно говоря, это совсем не входило в мои планы, но после того, как мне предложили зарплату, как-то все мои планы перестали иметь значение. В общем, я согласен. Это я сейчас понимаю, что можно было немного потерпеть, через некоторое время запустить собственный бизнес, а тогда у меня были просто доллары в глазах. Эти доллары стали еще больше, когда через три месяца мне предложили стать личным помощником. В общем, работы было море, но плюсы, конечно же, были в уровне дохода, который серьезно увеличился, и, конечно же, в том, что я развивался сам, как инфобизнесмен. Но свои знания применять лично в свою пользу у меня просто не было времени. у меня хватало только на ведение своего блога. Я только принимал там мелкие заказы со своего блога от новичков и делал платные анализы. Из платных товаров у меня был только мегапак, продающий графики для инфобизнесмена. И вот буквально недавно я ушел с этой должности и решил создавать, собственно, инфобизнес. Но, собственно, сейчас я перед вами веду этот вебинар твой инфобизнес. Все моменты инфобизнеса я знаю не понаслышке и хочу на этом вебинаре и вам рассказать схему запаса инфобизнеса, которую используют почти все инфобизнесмены Рунета. Эту схему буду использовать и я в своей деятельности, так как она действительно рабочая и приносит доход всегда, без исключения. Я по этой схеме уже в данный момент разработал все материалы и готов для запуска, но запуск пока не проводил, так как планировал как раз на этом вебинаре всем желающим показать на реальных примерах, как это делать. Вот, в принципе, все, что я хотел рассказать о себе. Я не буду хвалить себя, рассказывать, какой я эксперт. Думаю, что в ходе вебинара вы сами почувствуете уровень моей экспертности. Ну, теперь давайте я познакомлюсь с вами. Попрошу всех быть активными, чтобы у нас была беседа одни ворота, а вебинар прошел как можно живее. Итак, пожалуйста, напишите в чате, кто откуда смотрит данный вебинар, кто с какого города. Я сам в Белой Церкви, это город такой под Киевом есть. Может, на вебинаре у нас есть кто из Киева. Казахстан, Випец, Беларусь, Кирасполь, Набережная Челуны, Австамак, Ишкек, Тихдизия. А интересно, Новокузнецк, о, Белая Церковь есть у нас, Петр из Белой Церкви, земляки. Интересно, у кого какое время сейчас? У меня, например, сейчас 17.12. Так, чисто для интереса. 19.00 Украина, да, значит, 21.12. Угу. Ночью у нас никто не смотрит. Так, хорошо. Напишите, знакомы ли вы уже с инфобизнесом? А кто не знаком, ставите минус. Кто знаком, ставите плюс. Теоретический минус. Ну, в основном у нас, ты знаешь, какой инфобизнес. Теоретический минус. Ага. А кто хочет, но не знает, как начать инфобизнес? Угу. 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 Так, очевидно, не знаю. Так, все, давайте на прошлые вопросы прекращать ответы, потому что мы уже запутались. Хорошо, давайте вот такой вопрос. А кто уже запустил свой бизнес, но на каком-то этапе остановился и не знает, как будет дальше, в каком направлении идти? Есть такие люди? Потому что есть такие, что занимаются инфобизнесом на каком-то моменте, тупор, и все, они могут дальше. А может есть среди нас такие, кто уже зарабатывает в инфобизнесе? Есть таких, кто хотя бы одну тысячу долларов в месяц получаются инфобизнесом? Партнерская программа – это тоже не инфобизнес. Ну хотя, есть такие, кто получает тысячу долларов в месяц. Мечта. Ну это мечты должны быть целью. Так, хорошо, есть такие, кто думает, что инфобизнес можно создать совсем без вложений? Совсем? То есть некоторые считают, что инфобизнес – это такой вид инфобизнеса, где ничего, не надо вообще влаживаться. Нельзя, нельзя. То есть нужно понимать, что инфобизнес – это такой же бизнес. Может быть не такой, как в офлайн, в реальной жизни, но он все-таки бизнес. Значит, хорошо, давайте уже подойдем к теме нашего вебинара, но перед тем, как начать, хочу уточнить несколько организационных моментов. Первое – попрошу никаких сторонних ссылок в чат не бросать. Во-первых, это будет отвлекать и меня, и всех присутствующих. А во-вторых, я этот вебинар организовал не для обмена ссылок. Предупреждаю, что только сейчас один раз, кто запустит какую-то ссылку в чат – сразу банк. Просто сразу понять, что такие люди приходят совсем не по назначению. И второе – желательно, чтобы все вопросы, которые у вас возникнут, вы задавали не сразу, а в конце вебинара. Записывайте их где-то себе на листочек или в текстовый редактор на компьютере, а в конце вебинара я отвечу абсолютно на все вопросы, которые у вас будут, и не уйду, пока они не законны. Работать будем до последнего вопроса. И вообще, кто считает себя новичком, я советую конспектировать вебинар, так как, по сути, вы в результате получите готовый алгоритм действий для старта инфобизнеса. И, кроме этого, будете знать, сколько денег и времени у вас понадобится, чтобы весь этот алгоритм осуществить. Итак, давайте для начала посмотрим, какая ситуация существует на сегодняшний день в инфобизнес. Как можно войти в инфобизнес сегодня? Чтобы это понять, нужно ответить на несколько вопросов. Сколько сейчас стоит научиться инфобизнесу? Научиться инфобизнесу можно в нескольких способах. Первое – это коучинг и консалтинг. Стоимость от 30 тысяч рублей и выше. Это когда какой-то инфобизнесмен ведет вас за руку и рассказывает, какие действия нужно совершить, как и управляет вас, если нужно в какой-то момент. С помощью коучинга у вас больше всего шансов чему-то научиться, так как за вами будет следить специалист. Но судя по тому, что сейчас происходит в Рунете, специалистами у нас зовутся все, кому не лень. Поэтому тут задача стоит только в выборе действительно эксперта в своем деле. Действительно крутые инфобизнесмены или не берут коучинг, или берут один-два человека, но за очень большие деньги. Второй вид – это тренинги и семинары. Стоимость от 15 тысяч рублей и выше. Тренинги стоят, конечно, дешевле, но и результат они дают намного хуже. Скажу честно, люди как-то неправильно относятся к тренингам. В зависимости от сложности темы, из 100 человек, которые покупают тренинги, до результата доходит только от 4 до 10 человек. Причина только одна – невыполнение заданий тренинга. Я вот недавно проходил один тренинг, на который поначалу приходило человек 40. Из них до результата дошло только 3. третий вид обучающих курсов. Курсы по инфобизнесу сейчас тьма. Действительно сильных курсов можно сосчитать на пальцах одной руки. Это действительно проблема. Новичок, который хочет построить свой инфобизнес по обучающему курсу, просто обречен на провал. Это лично мое мнение. Может, у вас и другое, но я пока что вижу только вот такую ситуацию. Что люди хотят получить от инфобизнеса? Напишите в чате, пожалуйста, какого результата вы ждете от инфобизнеса? Зачем вам вообще инфобизнес? То есть вы хотите денег, свободы, личного роста, самореализации или еще чего-то. Что вы хотите от инфобизнеса? Деньги. Свободы и денег. Самореализация, любимое, занятие деньги. Так, у нас тут задержка в чате. То есть вы должны понимать, что от время вещания до чата у нас есть задержка. Так, все четыре пункта. Ну, у вас, в общем-то, в принципе, в чате ответы на этот вопрос добавить просто нечего. Четыре пункта. Деньги, свобода, личный рост, самореализация. А теперь такой вопрос. Что вам мешает построить свой инфобизнес? Напишите, почему вы не создаете или не можете создать свой инфобизнес в сети? Какие на это причины? И вы перед собой видите список самых популярных причин. Сейчас немножко разберем. Первое. Отсутствие знаний. Я вам скажу, что экспертность в инфобизнесе никак не влияет на доход. Нет, я не хочу сказать, что можно слепить какой-то видеокурс по теме, в который совсем не бум-бум и продавать. Я к этому не подвожу. Хотя в Рунете это распространенное явление. Хочу сказать, что любой человек обладает такими знаниями, которые необходимы другим людям. Вот, например, я был свидетелем, как эксперт по выбору ниши. Представьте, даже есть такие. Прокачивал одного новичка, который сказал, что совершенно ничего не знает. Вы не поверите, результат прокачки 60 с лишним ниш, которые можно положить под темы обучающих материалов. Но если говорить о том, что нет знаний именно в процессе построения инфобизнеса, то об этом я расскажу как раз на этом вебинаре. Нет денег – вторая проблема. Ну, тут уже надо выбирать. Или строить бизнес, или просто констатировать факт, что нет денег. Инфобизнес как раз для того, чтобы эти деньги появились. Кстати, это довольно дешевый бизнес по первоначальным вложениям, если сравнивать с другими бизнесами в офлайне. Следующая причина – это лень. Ну, здесь вообще непонятно. Как может быть лень создавать в себе источник дохода? То есть нужно определить, что сильнее – лень или желание работать. Следующая – нет пошагового плана действий. Как раз пошаговый план вы получите немного позже в этом вебинаре. Следующая причина – страх показаться непонятным для окружающих. Для меня это вообще непонятно. Я в такую ситуацию не попадал. Как-то нужно рассказывать окружающим. Надо как-то рассказывать окружающим, что вы занимаетесь не ерундой какой-то, а бизнесом. Или просто сказать, что это хобби. А если не понимают, то просто не обращать внимания. Мне кажется, сейчас уже люди начали понимать, что интернет – это деньги. И те времена, когда были кидалы, лохотроны, в интернете уже просто проходят. Ну и последний вопрос к вам. Хотите ли вы стартовать в инфобизнесе всего за 7 дней? И уже через неделю получить свои результаты и первые доходы? Хотите ли вы попробовать себя в роли инфобизнесмена? Через 7 дней. Да, да, да. То есть много желающих, да? А как вам кажется, реально создать свой бизнес за 7 дней с нуля? Как вы думаете? Так, ну давайте дальше посмотрим, реально или нет. Давайте теперь я вам расскажу классическую схему построения инфобизнеса, по которой работают почти все инфобизнесмены РУНО. Эта схема срабатывает просто всегда. Я не встречал таких случаев, когда бизнес по этой схеме уходит в лбы. Ну разве что вы там уже совсем накосячите и просто выйдете в ноль. Кроме того, я приведу все цифры под деньгам и времени, которые необходимо вложить в каждый пункт этой схемы. Итак, поехали. Первое, с чего все начинается, это выбор ниши, в которой вы собираетесь работать. Да, забыл сказать, что каждый пункт в схеме подразумевает в себе большое количество внутренних действий, объяснения которых просто нереально поместить в один вебинар. Например, по выбору ниши существуют обучающие курсы по несколько часов длительности. Даже если на каждый пункт тратить хотя бы по одному часу, а это очень мало, то мы с вами тут пару недель будем вложить возле монитора. Поэтому я не смогу вам раскрыть каждый пункт, это вам придется делать уже самостоятельно. Итак, выбор ниши. Я вам уже говорил, что существуют такие парни, как эксперты по выбору ниши. Совсем недавно появилась такая, на первый взгляд, странная специальность, но это так только на первый взгляд. Я вам уже рассказывал такой пример, когда из человека, который считал себя не очень, вытянули более 60 ниши по бизнесу. На самом деле круто работают эти парни. Это нужно быть немного психологом, чтобы вытянуть с человека какие-то скрытые резервы. В общем, если вы придете к помощи таких людей, то потратите около 4 тысяч рублей. Если попробуете сами отыскать себе нишу, то потратите до одной недели своего времени. Очень хорошо, если вы уже знаете, что хотите и уверены в правильности и прибыльности тематики, которую хотите сделать нишей для бизнеса. Тогда вам намного проще. И еще совет вам по выбору ниши. Заметил одну ошибку у инфобизнесменов Рунета. Она очень сильно связывает руки. Многие инфобизнесмены выбирают одну нишу, зарываются в нее одну с головой. И елозят ее туда-сюда, обратно, пережевывают одно и то же по несколько раз. Пробуйте себя в разных нишах, не зацикливайтесь на одной. Как пример вам Евгений Попов и Евгений Смирнов, у которых информационный материал совершенно в разных нишах. После выбора ниши обязательно приступайте к созданию платного продукта. Не начинайте с подписной страницы бесплатного продукта или еще чего-то. Создание контента именно начинается с платного продукта. Думаю, объяснять, что такое платный продукт, вам не нужно. Исходя из того, как вы подходите к обучающему процессу, создание платного продукта у вас может занять от 1 месяца до 6 месяцев. Ну, кого как. Возможен, конечно, вариант делегирования, если это книга, тогда вы потратите не менее 5 тысяч рублей. Популярен сейчас вариант сотрудничества, когда инфобизнесмен строит инфобизнес на чужих знаниях. Это возможно в двух вариантах. Когда инфобизнесмен ищет специалиста в какой-то нише, записывает с ним видео, например, разово платит или отдает процент от бизнеса и дальше самостоятельно уже организовывает бизнес как свой собственный. И второй вариант – это реселерские продукты, когда покупаются права при продаже или права личной марки на уже готовые курсы. В первом случае вы потратите намного больше, чем 5 тысяч рублей. Сколько врать не буду, так как еще не связывался с таким, но точно больше. А в случае реселерских продуктов хочу немного остановиться на этом. Какая в Рунете сейчас ситуация в реселинге? Реселерские продукты сейчас можно разделить на две группы. Первая – это дешевые продукты, права на которые можно купить от 100 рублей даже до 3-4 тысяч рублей. Как только такие продукты появляются, их продают все, кому не лень. Их продают очень дешево, так как чем больше конкурентов, тем меньше ценность продукта. Это аксиома бизнес. Максимум через месяц продаж этот продукт уже никому не нужен. И, соответственно, права на его перепродажу тоже. Поэтому, если вы не приберели права на такой продукт в первый же день и не продаете его на этот же или следующий день, то доходов вам просто не видать. Да, и доход, соответственно, тоже не супер. Сами понимаете, когда продает один продукт, сотен или тысячи бизнесменов, то какие там вообще могут быть доходы. Вторая группа реселерских продуктов – это более качественные и недешевые продукты. Но лицензия на продажу таких курсов стоит от 20 тысяч рублей. Но это не минус, это скорее блюз, так как этим отрезаются те люди, которые несерьезно относятся к бизнесу. И конкуренты в таком случае не мешают друг другу. Но здесь есть другой минус. Вот недавно один известный бизнесмен в теме контекстной рекламы продавал свой видеотренинг. Тренинг классный, вопросов нет. Но проблема в том, что данный тренинг больше года продавался в Рунете. Как вы думаете, какие доходы будут от продаж этого продукта? Да, продажи будут, но спустя год основной процент клиентов уже исчерпан однозначно. Вот если бы это был совсем новый продукт, то было бы совсем другое дело. Исходя от платного продукта, следующим шагом вы готовите бесплатный продукт. Отнеситесь к созданию бесплатного продукта еще ответственнее, чем к платному. Это ошибка научком. Бесплатно сделают совершенно бездумие. А ведь как раз бесплатный продукт это первое, что видят ваши будущие клиенты. То есть это ваше лицо, это точка входа. Каким вы его покажете сначала, так о вас и подумают. Как защитить свой продукт от пиратов? Это немного дальше. В бесплатном продукте должна содержаться ценная информация и не какая-то крутая фишка. На создание бесплатного продукта уходит около 7 дней или 1-3 тысячи рублей. Кстати, как и в платном, так и в бесплатном продукте не бойтесь экспериментировать. Люди сейчас обращают внимание на то, что не так, как и другие. То есть попробуйте что-то сделать не так, как это делают все. И результат вас точно приятно удивит. Это может быть какой-то необычный формат при поднесении информации. Может даже дизайн, метод подачи информации или еще что-то. Тут надо покреативить немного. Главное не перемудрить, чтобы это было, чтобы это как-то приятно смотрелось. После того, как бесплатный продукт готов, можно перейти к созданию подписной страницы и всего, что с ней связано. Это 3D изображение продукта, подписная форма, подключение этой формы к сервису рассылок, текст на подписной, графика и так далее. Если вы никогда не связывались с созданием страниц захвата, то очень вам рекомендую заказать ее у нормальных специалистов. Конечно, придется недешево заплатить, но это действительно то стоит. Ну, очень много нюансов при создании такой подписной страницы. И что самое коварное в этом деле, что главный показатель подписной страницы это некрасивый дизайн, непривлекательный текст, не графика. Самое главное это конверсия. Те люди, которые занимаются этим постоянно, в курсе, на что надо сделать упор, чтобы эта конверсия была максимальной. Ну, конечно же, лучше, чтобы подписных страниц было несколько. Я думаю, вы догадываетесь, зачем, чтобы проводить тестирование на конверсию. В общем, для создания подписной страницы вам придется вложить от 1000 до 3000 рублей, или же, если сами, то около недели своего времени. Создав подписную страницу, как я уже говорил, ее форму нужно привязать к сервису рассылок, куда будут сосредотачиваться контакты ваших подписчиков. Но самая важная задача в настройке рассылки это создание серии писем. Здесь очень много разных теорий, вот email-маркетологов. Я придерживаюсь того, что серия писем должна быть растянута на 45 дней с разной периодичностью, в зависимости от подхода автора. Именно в течение 45 дней можно захватить доверие подписчика и склонить его к продаже. После 45 дней от подписчика нужно отстать и перевести его на какую-то другую, возможно, интересную ему тему. На самом деле, очень интересная тема email-маркетинга. Можно о ней много говорить. Специалисты в этой теме изучают все до малейших деталей, от первой буквы темы письма до паскриптума. Я думаю, что все слышали о тренинге Азамата Ушанова, «Золотой актив», который проходит ежегодно в Москве. Если, может, среди нас кто-то есть, кто посещал данный тренинг или смотрел записи, очень советую. Там очень много новых фишек ежегодно выдают спикеры тренинга. Их просто нужно внедрять и получать хороший результат. Зачем что-то выдумать, если сами Азамата в этом деле дают нас такие стоящие рекомендации. Скажу честно, создание серии писем это очень ювелирная работа. Если вы можете на это потратиться на 10-15 тысяч рублей на специалиста, который правильно вам составит цепочку писем, то советую это сделать. Если хотите, или же за неимением средств вам приходится делать все самим, то обязательно нужно изучить сперва эту тему. В итоге составление цепочки писем у вас уйдет один-два месяца усердной работы. После написания серии писем работа по сочинительству не прекращается. Нужно писать продающий текст для сайта-продажника нашего платного курса. Если вы этого никогда не делали, то опять же лучше обратиться к профессиональному копирайтеру. Даже если вы думаете, что сможете написать лучше, чем кто-либо, напишите. Но все-таки свой текст отдайте копирайтеру. Эти люди знают, какие слова сильнее действуют на покупателя, какие приемы нужно применить, чтобы склонить человека к продаже. И стоит такое счастье от 3 до 15 тысяч рублей на фрилансе. Причем за 3 тысячи вам будет писать новичок, который только практикуется копирайтером. Сразу скажу, что лучшие копирайтеры на фрилансе не обитают. Они работают лишь под индивидуальные заказы для лучших интернет-предпринимателей, которые платят тем не менее 30 тысяч рублей и еще отдают до 10% от прибыли от продающего сайта. Так что самые вкусные перерочки очень дорого стоят и нигде не продаются. По времени написания текст займет около месяца. Следующим шагом нашей схеме идет создание продающего сайта. Здесь целый комплекс работ вам необходимо будет сделать в зависимости от того, что вы хотите видеть на своем сайте. Сюда входит и разработка дизайна вашей страницы, верстка, настройка оплаты платежей, обычно с настройкой партнерской программы для вашего проекта. Это еще приобретение домина, покупка хостинга, плюс размещение на сервере, всех необходимых материалов для сайта. Если для вас это просто страшные слова, то необходимо будет платить специалистам от 5 тысяч рублей. Если же вы в курсе, о чем речь, то потратите от двух недель до месяца. Ну, что тут еще можно добавить? Если не учитывать всех мелочей продающего сайта, которые обычно бизнесмены стараются тестировать при продаже, то на сегодняшний день по-прежнему повышает конверсии продаж размещенные видео на странице. Лучше, конечно же, живое видео, в котором вы лично обращаетесь к посетителям. Супер работают видеоотзывы от клиентов, которые данный продукт уже приобрели. повышает конверсии повышает различного рода ограничения по времени, по количеству копий, по включенным бонусам и так далее. По бизнесмену частенько ограничения применяют во время различных актов. А вот вариант с несколькими пакетами по различной стоимости одного продукта себя не оправдал. Ну, вы, наверное, видели, когда продается запись какого-то тренинга и предоставляется несколько пакетов. Например, минимальный стоит столько-то, туда входит то-то, супер-пакет стоит столько-то, входит то-то, а супер-мега-вега-круть пакет стоит вообще дофига сколько. То-то туда входит все. По крайней мере, я еще не встречал такого случая, когда такой способ подачи цены себя оправдал. Ну, считаю, что это подходит только при продаже услуг. Так, идем дальше. Обязательно в систему продаж у вас должно быть хотя бы одно абсолютно предложение. Кто не в курсе, абсолютно продукт может предлагаться клиенту, который приобрел предыдущий продукт для повышения своего среднего чека или же вместо того, от которого он отказался. Обычно такой продукт предлагается клиенту с хорошей скидкой и с сильным ограничением. он предлагается клиенту или всего лишь один раз, или в течение всего нескольких минут, не давая клиенту шампа для раздумки. Понятно, что кроме создания самого цельного продукта, нужно еще сделать продающую страницу для него и, соответственно, написать под него продающий кейс. Обычно это бизнесмен, даже если имеет в своем арсенале подходящий по тематике продукт продающей страничке, то все равно делают отдельную страничку как раз под апселл. Обычно это видеопродажник. Там на странице находится только видеоплеер и кнопка заказа. Видео благодарят клиенту за покупку и предлагают сразу же повысить свои результаты с помощью апсельного продукта. С одной стороны это выглядит как-то наивно, но лучше этого пока ничего не придумать. В общем, апселл у вас отнимет опять же от одного месяца до шести на создание самого продукта и плюс одну-две недели на создание видеопродажника с видео. По деньгам, если вы попробуете все это делегировать, обойдется не менее пяти тысяч рублей. Следующий шаг подготовка рекламных материалов. Здесь вам нужно будет поработать над несколькими вариантами 3D-обложек, как платно продукт, так и бесплатно, так и обцельно. И, соответственно, комплект баннеров под каждый продукт с разными разрешениями. Желательно добавить сюда еще несколько вариантов готовых писем в рассылку для ваших будущих партнеров, если вы будете, конечно, таких привлекать. если вы это все будете делать сами, то потратите около двух-трех недель. Стоит вам все это будет 3-6 тысяч рублей. Что еще добавить? Если говорить о себе, то я вообще не представляю эффективности работы с баннерами. Никогда не связывался с баннерными сетями, не продвигал продукты с помощью баннеров, отбрасывать эту работу вам точно не советую, потому что, во-первых, при работе с партнерами существует... если у вас есть баннеры среди рекламных материалов, они как-то повышают солидность всего продукта, а во-вторых, как раз ваши партнеры вероятнее всего воспользуются вашими баннерами. Следующий варк это организация рекламных компаний. Тут все просто. запомните сразу и навсегда, хотите солидно заработать, вкладывайте в рекламу. Я уверен, это право знают абсолютно все, но почему-то усердно все ищут халяву в интернете. Вот не знаю, слышали вы это или нет, банально для вас это будет звучать или нет, но в рекламе своих информационных товаров все бизнесмены работают как один по одному принципу. Вкладывай и анализируй. например, вам нужно продать ваш инфопродукт. Берете один какой-то источник, например, реклама в Яндекс.Диеве, создаете рекламную компанию, вкладываете для проверки начальную сумму денег, например, 3000 рублей. После того, как рекламная компания закончилась, деньги там закончились, делайте ее анализ, вот таким образом, вы потратили 3000 рублей, на ваш сайт пришел трафик 5000 человек, например, из 5500 стали подписчиками, из 500 произошло три продажи, допустим, цена товара была 1800 рублей, то есть три продажи всего 5000 400 рублей. То есть вы вкладывали 3000, получили 5400. как вы думаете, стоит вкладывать в такую рекламу? Конечно, стоит. У вас чистой прибыли 2400. Ну и далее вам только нужно посчитать, какую сумму денег нужно вложить, чтобы заработать столько, сколько вы хотите. То есть если вы уже вложите в эту рекламную компанию 30 тысяч рублей, то получите доход около 24000 рублей. Ну это конечно я вам примитивно все обрисовал, за рекламной компанией в Яндексе еще нужно следить, но в общем все приблизительно так и есть. Дальше на этом вы не останавливайтесь, подключайте еще следующие рекламные компании. Рекламировать свой продукт к счастью можно просто многими способами. Также контекстная реклама в гугле, социальной сети, CPA сети и так далее. цифры потраченных денег и времени на рекламу так понимаете я вам назвать не могу. Если не пошла реклама то нужно пробовать другую рекламу. Цифры я вам назвать не могу так это уже зависит от ваших возможностей и подходов в общем-то вот и вся схема. посчитать общую сумму денег и времени которые уйдут на реализацию данной схемы то у меня получается вот такая следующая картина. 47 106 тысяч рублей и время 5 20 дней. Вы не удивляйтесь мои подсчеты не претендуют на самое точное но приблизительно картинка правильная. Тут получается у нас приведены крайности. Смотрите если вы абсолютный новичок по бизнесе то вы потратите около 47 106 тысяч рублей на то чтобы делегировать абсолютно всю работу всю сумму в зависимости от качества оплачиваемой работы и потратите около 5 месяцев. Или же если вы не хотите вообще ничего делегировать а все добиться собственными силами то на это уйдет около 20 месяцев работы и учебы. Но понятно хотя бы минимум потратить на домен, постинг, сервис, рассылок, приемы платежей все равно придется. если вы не новичок а бывалый инфобизнесмен, то на делегирование опять же уйдет 47 106 тысяч рублей, но по времени это займет около 5 месяцев, если делать все самому. Вот такие у нас суммы получаются. Но на самом деле все инфобизнесмены стремятся уменьшить все эти показатели и ищут способы как это сделать. Я вам на этом вебинаре покажу один из этих способов. Считаю, что это пожалуй самый лучший способ у всех и этим способом реально запустить свой инфобизнес уже через одну неделю. Теперь я вам покажу как вся эта схема построена лично у меня. То есть я вам продемонстрирую свой бизнес созданный мной как раз по этой схеме которую я вам только рассказывал. Вы убедитесь в работоспособности этой схемы. То, что я говорил показываю на примере. Но уже с точки зрения клиента с того момента как он пришел в эту схему и до покупки. Весь фильм начинается с того, что в процессе работы рекламных компаний направляется трафик на подписную страницу. На ней посетителю предлагается получить совершенно бесплатно видеокурс о том, как создать свой сайт наиболее быстрым способом. Тема востребована. Люди частенько ищут как побыстрее создать свой сайт. На этой страничке посетителю нужно ввести лишь свой email и все. Минум 10. Считаю, что на этапе сбора подписчиков имена сейчас собирать нецелесообразно. Посетитель сейчас ленивый пошел. Или лень вообще будет писателем и он закроет страничку. Или ведет в поле какую-то билиберду, а потом вы в своих письмах его это билибердой будете обзываться. После того, как посетитель ведет свой email в форму подписки, его автоматически отправят на страницу активации, где говорится о том, что нужно открыть свой почтовый ящик, открыть письмо и активировать подписку. после подтверждения подписки посетитель сразу попадает на страницу скачивания курса, ему нужно только нажать на кнопку скачать сейчас. После скачивания подписчик получает свое распоряжение сам видеокурс и обложку вы видели на странице скачивания вот так выглядит меню. после этого подписчик попадает в тематическую рассылку и получает серию писем, которые будут приходить ему на протяжении 45 дней. Письма построены таким образом, чтобы еще больше заинтересовать подписчика в этой теме, завоевывать его доверие, показать существующие проблемы в теме, пути решения и ненавязчиво подвести его в продажу. В письмах я, соответственно, каждому даю подписчику дополнительные подачи. Это тематическая инфографика, потом есть список популярных проблем в теме и инфографика самых популярных WordPress плагинов и плюс это марки всех этих плагинов в одном файле. Далее в серии писем подписчику предлагается ознакомиться с продающей страницей и приобрести сам продукт. Не буду хвалить свою уже продающую страницу, но скажу, что ее я много кому показывал и специалистам, и простым пользователям. После этого вносил различные изменения, работал над ее совершенствами. Конверсию, как вы понимаете, сказать не могу, так как тут совершенно новый и продажи еще не было. Вот так выглядит обложка видеокурса. Сам видеокурс помогает решить абсолютно все технические проблемы при создании сайтов на WordPress. В нем я упаковал все возможные уроки по технической части WordPress. Общая длительность всех уроков более 10 часов. До создания продающей страницы я давал этот курс на ознакомление нескольким людям, которые имеют некоторые трудности в создании блога на WordPress. Это человек 10 было. И это было сделано для того, чтобы, во-первых, разместить отзывы на продающей страничке, и, во-вторых, конечно, понять, насколько полезен будет мой продукт. Ну, слава богу, никто не сказал, что курс куклу. Так, это перед вами парочку скриншотов в меню курса, главное меню и меню одного из разделов. Так, вот, с главным курсом предоставляются бонусы, которые не распространяются по отдельности и отлично дополняют сам курс. Это мини-курс защита блога, видеоурок 10 методов написания интересной статьи, еще один секретный подарок и полная техническая поддержка проекта. Если подписчик не произвел покупку, тому предлагается приобрести этот же курс с 30% скидкой в знак того, что он активный подписчик. На этой странице расположен таймер, который дает подписчику приобрести курс скидкой в течение 36 часов. После того, как время закончится, посетитель опять перенаправляет на обычную продающую страничку. Кроме того, в серии писем подписчику предлагается получить бесплатно эксклюзивную книгу тюнинг блога шоткодами в паре с крутым плагином для управления шоткодом. Эту книгу подписчик сможет получить только если приведет просылку трех друзей. Таким образом происходит автоматическое пополнение подписной базой новыми подписчиками. э-защити. И нужно сказать, что мой курс находится под защитой и по полиции. Я вношу ежемесячный платеж за то, чтобы этот курс нельзя было найти на торрентах, форумах и различных сайтах, где можно было бы его скачать бесплатно. Если вы его там не найдете. подписчик встает клиентом и приобретает основной курс, ему в тот же миг я делаю предложение приобрести профессиональный видеокурс «Сила контента». О том, как нужно правильно вести свой интернет-проект, сайт или блог в интернете, какие статьи надо написать и как правильно их составлять. Сразу же после покупки я предлагаю приобрести этот курс со скидкой 60%. Если же клиента не заинтересует, то у него есть возможность приобрести этот же курс прямо с меню основного курса со скидкой 50%. Оба варианта клиент может совершить покупку всего лишь в течение 20 минут. Для этого стоит специальный скрипт таймер. вот так выглядит моя схема вот так выглядит меню официального курса. В общем вот такая схема запуска инфобизнеса, которую я уже готов запускать в дело. Но уже было собравшись запускать продажи и подсчитывая цену своего времени, которую я трачу на создание такого бизнеса ко мне пришла идея. Кстати, вы знаете, как подсчитывать цену своего времени? Сейчас, конечно же, это не тема под этот вебинар. Цену своего времени обязательно должен знать каждый уважающийся инфобизнесмен. В двух словах, например, вот эту схему, которую я вам только что показывал, я специально создавал сам, не делегируя по сути вообще ничего. Все то время, что я потратил на создание бизнеса нужно сравнить с деньгами, которые потрачу для того, чтобы ускорить этот процесс, то есть на делегирование. И то можно посчитать стоимость своего времени, месяц, дня, даже часа. И в итоге я понял, что потратили, я сэкономил более 6-10 тысяч рублей. Но дело не в деньгах. я подумал, что есть много людей, которые совершенно недоступно сделать такой бизнес просто за неимением такого количества времени или столько денег. А бизнес в интернете хочется иметь очень много кому. Многие даже пытаются что-то сделать, но просто на каком-то этапе зависают и не понимают, что делать дальше. и многие хотели бы получить уже готовый бизнес, не потратив своего времени и кучу денег. Вот у меня вопрос к вам. Вы хотели бы получить вот такой готовый бизнес, который еще не был презентован, который вот-вот создан и горячий. Напишите, хотите ли получить именно этот бизнес, который я вам только что показал на примере своего распоряжения. В общем, я вам предлагаю прямо сейчас получить свое распоряжение свой уже готовый бизнес под ключ. То есть полная его установка и настройка, если вы это захотите. Все продукты со всеми страничками. Графика, рекламными материалами, вирусными инструментами, письмами на 45 дней со всеми необходимым контентом. В общем, все, все, все. Я готов вам отдать свой уже готовый бизнес, но сразу скажу, что это предложение мое очень ограниченное. Всего могу дать 20 лицензий на этот бизнес под ключ. На самом деле лицензий уже не 20, так как я перед Новым Годом уже делал небольшой анонс ограниченному кругу людей, которые состоят в моей клиентской базе. У меня клиенты о моих предложениях узнают в первую очередь. В общем, 8 лицензий уже разобрали по предзаказу, осталось только 12. Смотрите, что вы получите, получив такой готовый бизнес, свое распоряжение. Первое. С помощью подписной страницы, которую я вам показывал, у вас будет формироваться своя подписная база. Конечно же, некоторые из подписчиков станут вашими клиентами и будут приносить вам доход. Второе. Прибыль, то есть вы будете получать 100% прибыли с продаж этих видеокурсов. прибыль с специального курса вам будет идти на полном автомате, то есть вы будете получать пассивный доход. Четвертое. Какое-то количество подписчиков у вас формирует клиентскую базу, а как известно, большие деньги приносят именно вот такие постоянные клиенты. Пятое, на мой взгляд, самое ценное, что вы получите, это опыт в настройке инфобизнеса и опыт в совершении продажи в интернете. То есть вы заглянете в самое сердце инфобизнеса и увидите всю картинку полностью. Этот опыт вам позволит очень быстро в дальнейшем стартануть инфобизнеса, так как вы можете такую схему применить еще раз, еще раз, еще много-много-много-расс. Это даст вам хороший толчок в развитии себя как инфобизнесмена. И шестое, со своей стороны я вам даю полную личную поддержку при настройке вами такого бизнеса и возможность настройки этой схемы за вас. То есть если вам неинтересно саморазбирать во всех технических моментах по бизнесу или вы не хотите этим заниматься, то я по вашему желанию этот момент возьму полностью на себя. Конечно же лучше это сделать самому, если вы еще ничего не знаете, но тем, кто этим заниматься не хочет, я сам сделаю это за вас. Таким образом вы получив бизнес, можете даже не заморачиваться в его настройках, а просто приручить это мне. В комплекте я прилагаю четкие, пошаговые виде инструкции по настройке системы. Вы можете все настроить самостоятельно, следуя этим инструкциям, но у вас есть право попросить настройку за вас. Но это еще не все. Кроме этого вы будете получать долгосрочные выгоды, которые будут работать на вас без срока действия. Первое, как известно, подписная клиентская база это золотой актив, который обеспечивает интернет-предпринимателю широкие возможности для дохода. Это и заработок на партнерках, то есть вы можете предлагать своим базам какие-то партнерские продукты. Это заработок на рекламе в рассылке, у вас будет очень много желающих про рекламироваться в вашей рассылке и будут платить очень хорошие деньги, всего лишь за одно письмо по вашему. Это заработок на запусках своих продуктов, если вы такие будете создавать или же продуктов с правами преподават. Второе, у вас будет формироваться своя партнерская сеть, это армия партнеров, которые будут работать на ваши продажи. Вам нужно только платить за это процентами продаж, они будут вас рекламировать всеми доступными способами. И третье, что немаловажно, вы будете развиваться сами. Кто знает, может кто-то из вас станет известным по бизнесменам, беспредельно рад, если толчком к этому станет мой бизнес-комплект. Вы сейчас видите ссылку на вашем экране, ее я сейчас помещаю в чат. можете перейти по ней, там очень детально все описано от и до. И сейчас, как я обещал, сделаю всем участникам вебинара подарочек. Так как понимаю, что здесь собрались очень заинтересованные люди и прослушали вебинар до конца только те, кто действительно хочет действовать, а не просто впитывать себя теорией. Делаю вам скидку на лицензии в 5000 рублей. Только для участников вебинара и только сегодня можно приобрести лицензии на бизнес подключить всего за 20 тысяч рублей. Завтра такой комплект уже будет стоить 25 тысяч. Поэтому вы в очень выгодном положении. Так, сейчас попрошу у вас одну минуту перерыва попить водички. За это время вы можете открыть страничку, посмотреть еще раз на то, что включено в комплект. А через одну минуту я буду отвечать на все ваши вопросы. Кто готов задавать вопрос, пожалуйста, пишите в чат. Я по порядку буду на них отвечать. до того времени пока не отвечу на все ваши вопросы. одна минута перерыва. до того времени вы можете Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо. 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 Я говорю 7 дней, потому что это максимум времени, за который настройка всего комплекта у вас займет. Я вам показывал цифры, которые реально тратят инфобизнесмены на то, чтобы создать свой бизнес. Цифры, которые тратят по времени, по деньгам. И показал, как это можно сделать намного быстрее. Ну да, если сам, то уходит много времени, не больше. Не за что, Людмила. Так, поставьте плюс, кто еще будет задавать вопрос. Пожалуйста. На самом деле очень благодарен, что вы пришли на этот вебинар. Для себя я получил хороший опыт проведения вебинара. И рад был пообщаться с теми людьми, которые в инфобизнесе, которые хотят формировать свой бизнес в интернете. На самом деле мне хотел бы больше иметь таких людей, с которыми можно было общаться на такую тему. Так, я так понял, вопросов больше нет. В общем, у кого будут вопросы, там на страничке, на ссылочку я вам давал, там есть техническая поддержка. В принципе, если у кого-то возникнут позже какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте туда техническую поддержку. Всегда рады вам ответить. Спасибо еще раз говорю за посещение данного вебинара. Очень был рад с вами пообщаться. И, думаю, до скорых дальнейших встреч с вами. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok